Еженедельное городское аппаратное совещание провел Евгений Первышов. Сегодня он начал работать в должности первого заместителя главы Краснодара, при этом одновременно будет выполнять функции исполняющего обязанности мэра краевого центра. Среди главных вопросов повестки дня, наполнение бюджета, ход отопительного сезона, строительство дорог и подготовка к публичным слушаниям по внесению изменений в генплан Краснодара. Они начнутся завтра и будут идти во всех округах на протяжении полутора месяцев в формате конференции. В общей сложности состоится 33 встречи, на которых мнение горожан будет максимально учтено, подчеркнул Евгений Первышов и добавил, что следить за ходом прения он будет лично. Общественные слушания по генплану для города важны стратегически, ведь совместная работа архитекторов, застройщиков, экспертов разных отраслей и простых жителей в результате определит развитие краевого центра на ближайшие десятилетия. Материалы проекта градостроительного документа опубликованы на сайте городской администрации в специальном разделе. После окончания публичных слушаний проект рассмотрят депутаты городской думы, они же утвердят окончательную версию генплана. Публичное обсуждение проекта, подчеркнул Евгений Первышов, должно идти по намеченному графику. Публичное слушание – это действительно является одной из форм волеизъявления граждан, непосредственно их участие в деятельности органов местного самоуправления и влияние на те нормативно-правовые акты, которые органы местного самоуправления принимают. Поэтому публичные слушания, которые мы готовим, они должны быть максимально открытыми. Было достаточно времени у нас на проработку этого вопроса. Также обсудили ход строительства новых дорог в быстро развивающемся восточно-кругляковском микрорайоне. Работы ведутся за счет пяти застройщиков. Уже заасфальтирован участок на улице 40 лет победы до гипермаркета. На участке 40 лет победы от пересечения с улицы Героев-разведчиков до генерала Трошева работы тоже завершены. Сейчас идет строительство новой дороги по Героев-разведчиков от 40 лет победы до Черкасской. Что касается работы городской администрации в целом, то главная задача сейчас – сохранить ее работоспособность, подчеркнул Первышов. Каждый, кто зарекомендовал себя как эффективный работник, профессионально делающий свою работу, тот останется и будет работать и исполнять свои обязанности. Еще одна тема повестки дня – наполнение бюджета. Один из важных источников доходов казны – имущественные и земельные налоги. Срок их уплаты истекает 1 декабря, и всем ответственным лицам необходимо усилить работу с горожанами, а также с предприятиями и организациями, чтобы все налоги были своевременно оплачены. От этого зависит исполнение бюджетных обязательств, в том числе ремонт дорог и строительство социальных объектов.